Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Навт, и это 23-я часть нашего с вами прохождения Dark Souls 2. И в этой части мы с вами направимся уже по другой стороне моста. Если в прошлой части мы с вами бились с тремя королями нежити, да? Это по одному ходу. То есть по одному мосту мы прошли. Теперь мы с вами идем по другому мосту и будем в этой части сражаться со всадником, который будет ездить на колеснице, а будет ездить на огромных лошадях на двух или на одной лошади, я что-то не помню. Но, в общем, как вы видите, ситуация выходит из-под контроля, и нам однозначно придется сваливать. Потому что эти противники, которые сзади меня находятся, они слишком сильные и их слишком много. То есть тут без вариантов. Придется все равно делать... Короче, придется все равно делать ноги от них, потому что это без вариантов их всех разнести. Тем более урон у них просто критичный, я бы так сказал. Поэтому проще их обойти, чем с ними разбираться. Но это я так чисто посчитал. Вы же можете как-то по-другому сделать. Видите, у нас там вдалеке зеленое пятно. Это моя ошибка дойти до туда. Это, вернее, не ошибка, а попытка дойти, потому что спереди находится еще один красный рыцарь, которого я, кстати, проигнорирую для того, чтобы... Потому что с ним бороться как бы нереально. Он вообще какой-то танк. Даже танковее, чем я. Давайте с вами просмотрим видеоролик. Здесь я, естественно, обрезал для того, чтобы не тратить ваше время. И теперь мы с вами сражаемся с вот этим всадником на колеснице. Здесь очень есть опасный момент. В первую очередь мы должны с вами разнести того чувака, который постоянно воскрешает этих скелетов. Вот он, сука, сидит. И пока мы его, видите, мочим, нас тоже пытается разнести толпа скелетов. Но эта колесница их более-менее разнесла. Но все же, видите, не всех. У нас есть благо щит, который может сдерживать их не атаки. Нам всего лишь осталось выздать, пока эта колесница разнесет этих скелетов. В принципе, не всех разнесла, но мы уже более-менее можем полечиться. А ты че тут встал? И теперь мы должны разнести второго чувака, который тоже маг какой-то. Мы его должны тоже вынести для того, чтобы он не питал вторую группу скелетов. Также мы находим здесь душу. И что-то еще, да? Здесь больше ничего нету. Нет, здесь больше ничего нету. Здесь есть обрыв. Так, надо спрятаться. Так, и продолжить двигаться дальше. Найти второго чувака, который, я как говорил ранее, восстанавливает скелетов. Там есть вторая группа скелетов. Наверное, я не успею дойти. Да, я не успел дойти, зато я успел выставить щит. Если бы я не успел выставить щит, то, естественно, урон, который по нам бы пришелся, он бы лишил нас, я думаю, более-менее всего здоровья. Так, давайте, наверное, подождем, пока эти скелеты подрулят сюда. И в тот момент, когда они сюда подруливают, будем искать этого чувака, который их питает. Сейчас подбежит колесница, она их разнесет. Пока они будут вставать, они потратят немножко времени. Но, видите, не всех она разнесла. Один скелет все же за нами бежит. Так, и куда спрятаться? Вот он, этот чувак сидит. Ну, и теперь мы можем с ним более-менее разобраться очень быстро. Пока эти скелеты прибегут к нему, будет уже слишком поздно. То есть, пока они соберутся. И теперь все, что нам остается делать, это стоять и ждать, пока их собственная колесница разнесет просто. Все. Теперь мы можем с вами собрать все нишники. Увядшая трава мы с вами нашли. Еще одна увядшая трава. И что здесь еще? Красивый череп. Отлично. И теперь мы с вами можем уделить все-таки внимание вот этой колеснице и лишить ее босса. Вернее, лишить чувака движения. Сейчас мы опустим клетку и, естественно, этот чувак скопытится. И нам все, что останется сделать, это сразиться с конями, которые в упряжке вот в этой. С ними особо проблем у нас никаких не возникнет, потому что это довольно слабый противник. Но здесь есть и вторая часть. Второе отвезвление. Если бы мы с вами, например, не опустили бы клетку, а просто бы сидели, этот конь бы бегал до тех пор, пока в один... То есть он бегал, этот конь, с вот этим всадником, в один прекрасный момент бы этот конь не смог запрыгнуть вот сюда. То есть перепрыгнуть в пропасть он бы не смог. И он бы просто упал бы в яму вместе с всадником, который был наверху. То есть он как бы типа устал, но я решил не тратить особо ваше время. И поэтому мы решили быстрой концовкой дойти до финала этой битвы. И поэтому решил я сделать проще. Пока этот конь дышит какими-то чарами, я не знаю, тьма это или что, мы можем его вполне себе свободно добить. И облегчить его страдания. Но все-таки, видите, он нас еще боданул, как корова. Только у него, правда, нет рогов. Но все равно ему это не помогло. Были бы у него рога, нет у него рогов. Все равно мы одерживаем с вами победу над вот этой колесницей. И, в принципе, продолжаем продвигаться дальше. А дальше у нас... Ну, посмотрим, что у нас дальше будет. По-моему, дальше у нас будет отравленный город. Также мы находим душу отважного воина и продолжаем с вами продвигаться дальше. Давайте же зайдем сюда и посмотрим, что здесь есть интересного. Здесь, видите, такой подъем у нас небольшой, в котором есть костер. Уже хорошо, что мы отсюда сможем нормально переместиться до Маджулы. Но также здесь есть персонаж. Но он не столь разговорчивый. И также есть три статуи. Они не открывают особо дверь, но должен заметить, что сзади вот этого гномика находится проход на самом деле. И когда этот гномик отойдет, то там вроде сзади него должен быть проход, насколько я помню. В чем дело? О, ты так далеко от своего дома. Чувак, в чем дело? Может, ты отойдешь? Ладно. Не будем ждать, пока он отойдет, а продолжим с вами продвигаться дальше. Статуи эти, естественно, не двигаются. Но я, по сути, забыл, может, их можно отодвинуть или нельзя, я, по сути, не помню. Я, по сути, хожу в те локации, которые можно пока что открыть. И, кстати, у нас бит с боссами довольно много. Это вторая часть Дарксоуза, и в ней я даже читал комментарии насчет второй части. И люди прямо говорили, что, чуваки, ну слишком много боссов. Хоть и однообразных, но все равно на одной локации 2-3 босса это минимум. Так, не минимум, а 2-3 босса. Ну, максимум, в принципе, не минимум, а говорил-то. Потому что 5-6 боссов такого быть просто не может на одной локации. И мы с вами сюда, кстати, не зря вернулись. Там впереди находится ход, который будет везти в другую локацию. На самом деле, я не обратил, я не то чтобы не обратил внимания на этот ход. Помните тот зал, где мы в прошлой части сражались с столбами скелетов? Так вот, там есть ход, который будет везти вниз, в отравленный город. Который, в котором мы с вами должны сразиться с главарем. Как же она, короче, не медуза Гаргона, а змея, короче, безголовая там будет. Мы с ней тоже обязательно сразимся. Но в чем прикол? Я туда специально не шел, чтобы просто завершить здесь начатое с вами дело. То есть, здесь мы, по сути, пока не разберемся со всеми главарями, мы дальше просто не пойдем. То есть, у меня такие более-менее правила, знаете, я не то чтобы как бы не придерживаюсь, но проще, наверное, так вот, знаете, всю локацию обшмонать, посмотреть, что там есть вокруг и так далее. Чем вот так вот обижать, чтобы потом вспоминать, забывать вот это все. И поэтому теперь, после того, как мы с вами ликвидировали два босса на этой локации, рощи охотника, мы можем продвигаться с вами более-менее уже дальше. А дальше у нас будет отравленный город, в который мы обязательно спустимся с вами. Именно сейчас туда мы и направляемся, к спуску в этот город. Благо, у нас есть все открытые вот эти места, и путь можно, в принципе, сократить. Ну, я должен заметить, вот, кстати, одного чувака поймали. Должен заметить, что все-таки мы здесь не все места обсмотрели и не все ништяки забрали еще. Там тоже находится ништяк, но я сейчас туда попробую перепрыгнуть. Я не знаю, получится у меня с первого раза или не получится, но сейчас вы сами все увидите, в принципе. Так, здесь мы уже все забрали. Давайте попробуем перепрыгнуть и посмотреть, что же находится там. Потому что я не помню, но я точно помню, что там находятся какие-то стрелы. Так. И да, действительно, мы нашли с вами человеческую фигурку и растекающие стрелы, да, или нож. У меня просто... Ну, ладно, мы с вами собрали ништяки, нормально. И теперь можем уже более-менее со свободной душой продвигаться дальше. Но, как я вам говорил, еще не все ништяки мы с вами собрали. Я обязательно в тех местах, где я что-то не собрал или, допустим, докуда-то не дошел, я их обязательно запишу, вставлю, чтобы более-менее всем было более-менее всем понятно. Потому что, на самом деле, мир в Dark Souls 2 очень большой. И запомнить все вот эти пути, как по ним идти и так далее, это очень сложно. Как я говорил в первом Dark Souls, то есть в первом прохождении первой части Dark Souls, всего запомнить невозможно. Особенно в таком большом мире все секретные места, все иллюзорные стены, по сути, запомнить просто нереально. Так, и мы с вами пришли к мосту, давайте его опустим. Я надеюсь, что на мосту не будет никаких отрицательных персонажей. Мост мы с вами опустили, и можем теперь продвигаться дальше. Такая вот у нас мостовидная локация, куча мостов, куча переправ. Нормально. Так, здесь у нас по сторонам ничего нету, и мы с вами продолжаем продвигаться дальше. Так, этот скелет, он не секретный, да? Нет, он не секретный. Ладно. Подъем у нас тут, видите, уже какие-то скалы начались. По-моему, у этой лестницы нет конца, да. То есть, все, назад у нас пути нету, пока мы с вами, естественно, не найдем костер. Но также мы с вами встречаем, здесь недалеко находится персонаж, это долина Жатвы. Химический уровень с химическими персонажами, куча отравленных банок, прочей вот этой всякой тяжелой шняги. Но, и что я могу сказать? Вот и подходит к концу наша 23-я часть нашего с вами прохождения Dark Souls 2. С вами был Макс Нав. Увидимся с вами в 24-й части нашего с вами прохождения. И, что я здесь могу сказать вам под конец. Всего вам доброго, друзья. Увидимся в следующей части нашего с вами прохождения. Кстати, эта торговка, она является, насколько я помню, дочерью пусница, по-моему, насколько я помню. У нее тоже можно купить некоторые вещества, веселящие, и также некоторые заклинания. Ну и что я под конец? Внизу куча ништяков, которых мы с вами обязательно соберем. И всего вам доброго, друзья. Увидимся в следующей части нашего с вами прохождения.